Дорогие друзья, передо мной стоит один из организаторов этого мероприятия и у него прогнозы. Так, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Барсуков Александр, я тренер спортивного клуба Норд Тренинг ММА. К сожалению, сегодня наших бойцов нет, должен был выступать Денис Живовский, но получив на тренировке травму, пришлось сегодня сняться. Денис, мы передаем тебе привет. Очень зря сегодня принимаешь участие в соревнованиях, но, как нам сказали, ты травмировался и мы тебе желаем скорейшего выздоровления. Надеемся, в следующий раз, вот твой тренер рядом, мы тебя увидим вживую. Ко мне вот что интересно, смотрите, сегодняшнее мероприятие объединяет сразу бокс, кикбоксинг и ММА. Как родилась вообще идея того, чтобы объединить три вида спорта, потому что до этого такого не было. Да, до этого не было, но сегодняшнее мероприятие посвящено трагическому событию, это гибели Дадашева, боксера, который после боя, ну не после боя, а во время боя ему стало плохо, в больнице он умер. Вот, извините, пожалуйста, что перебиваю, просто у нас канал, он посвящен в основном бодибилдингу и фитнесу, мы только первые шаги делаем в другие виды спорта. Я хотела сказать нашим подписчикам, дорогие друзья, я знаю, вы очень любите в комментариях начинать долго обсуждать, кто от чего умер, и первая версия, конечно, будет допинг. Вот, я точно знаю, буду сразу сейчас обсуждать, что из-за допинга он и умер. Нет, он умер не из-за допинга, он умер от кровоизлияния в мозг, от гематома. Вечная память спортсмену. Да, просто он был боец, и когда можно было остановиться в любой момент, сказать, все, хватит, он продолжал добиться до последнего, потому что это такой спорт мужественный, волевой. Так, ну тогда давайте, вот меня очень интересуют спортсменки-девушки. Почему решили включить в этот турнир? Для зрелищности? Да, потому что девчонки, они ничем не уступают в зрелищности, даже иногда бывают и лучшие бои у девушек, чем у мужчин. А у вас в команде есть девушки? Да, конечно, у нас есть девушки в команде. Конечно, главное, конечно. Конечно. Очень редко, кстати, было девушки в команде. Нет, мы, так вам сказать, клуб, который включает в себя и девушек, и мужчины, и детей, потому что наши... Если у них есть желание, вы же насильно никого не... Конечно, конечно, все девушки приходят самостоятельно. Да, я сразу хочу сказать нашим подписчикам, потому что они очень злые, у нас любят все обсуждать. На всякий случай, просто говорю, девушек никто насильно в боксе, в боксинге, в ММА не затаскивает. Если они приходят, они приходят по собственному желанию, потому что я могу сказать, у меня всего два года джиу-джитсу, я, например, ушла, не выдержав, и было несколько переломов носа. Но вот это спорт не для меня, а есть девушки, которым это нравится, вот они сами по себе такие. Наши девушки даже получают удовольствие, потому что они нашли свой вид спорта, в котором они могут проявить себя. Мне интересно, а у этих девушек есть молодые люди или у них есть девушки? Конечно, это очень прекрасные девушки, у них есть молодые люди. Я просто почему спрашиваю, потому что в UFC тоже выступают известные, как бойчихи, правильно сказать, спортсменки, девушки, бойцы. Мне кажется, надо сказать, лучше бойцы. Бойцы, да, но они, кстати, нетрадиционные, ориентации некоторые. Поэтому я и спрашиваю у ваших девушек, девушки, девушки. У нас с Эйчем очень строго. Ваша цель, присутствие здесь, что вы хотите? Наша цель, это посмотреть организацию. Мы как раз сейчас являемся консультантами, я смотрю, как проходит организация, учусь, помогаю, рассказываю. В соответствии мы через некоторое время, может, уже сами будем проводить очень крупные мероприятия. Так, тогда знаете что? Задаю неприятные тоже вопросы. Что с допингом в вашем спорте? Применяют или не применяют? И есть ли допинг-контроль? Смотрите, в нашем спорте очень много кто принимает допинг, но настоящие бойцы, которые хотят добиться высокого результата, они чистые. Потому что если поднимаешься на более высокий уровень, всегда есть допинг-пробы. Поэтому если ты на начальных уровнях принимал допинг, а поднимаешься выше и там резко обрубает этот канал, то победы сразу пропадают. Если человек принимал допинг, а потом ему запретить его, падают все показатели. Если хочешь добиться результата, нужно, как говорится, чистым спортсменом надо быть с самого начала, постепенно добиваться, развиваться и уже на высшем уровне, уже быть уверенным в себе без всякой помощи. Конечно, хорошо добиваться результата на чистом организме, если это возможно. В каких-то видах спорта это действительно возможно. С нами был Александр Барсуков. Идем дальше брать интервью у спортсменов. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Вадим, мне доступ по прозвищу Сибирский Казак. И я из первого русского города Сибири, град Тюмень. Вот это да. Ничего себе. То есть вы казак, и поэтому на вас казачья шапка, да? Совершенно верно. Казачий головной убор. В простонародье он называется кубанка, потому что такие низкие головные уборы носили кубанцы, мои предки. Я являюсь представителем рубоксинга, то есть это соорганизатор этого турнира. Русская битва мастеров, РБМ-турнир, РБМ-04 в память Максима Дадашева. А 04 что значит? Четвертая битва? Нет, четвертый номер. То есть у нас первый был в Москве, второй у нас в Тюмени, третий был снова в Москве и сейчас четвертый в Санкт-Петербурге, здесь на нашем месте, где мы сейчас находимся. Ну и как вам Санкт-Петербург показался гостеприимным или пока трудно сказать, боя еще не было? Нет, я очень много сюда уже раз приезжал. И помимо того, что я тренирую взрослых ребят, у нас сегодня бьется два человека с Тюмени, воспитанники Андрея Панфилова из клуба Хантер и клуб Невский. У меня еще помимо этого много ребятишек, поэтому часто мы сюда приезжаем на различные соревнования. В Санкт-Петербурге был уже неоднократно и он мне очень нравится, очень радушный город со своей историей, которая прям чувствуется, люди добрейшей души, поэтому каждый раз с радостью сюда приезжаю. А вот расскажите, пожалуйста, что именно вас привело в ММА? Ну меня привело, наверное, мой стержень, мой характер, когда впервые мне предложили принять участие в боях, я подумал, разве казак может чего-то побояться и отказаться, поэтому, конечно же, сразу же я согласился. Первый мой дебют был неудачный, то есть я всего провел 15 боев, в 12 одержал победу, в 3 проиграл. Что привело? Кем вы были до этого? В каких видах спорта принимали участие? Получается, вы же не нулевой вышли на бой, правильно, в ММА? Ну да, то есть смотрите, ММА это переводит смешанные боевые недоборства, я пришел с рукопашного боя, чем интересны эти две спорта, что разные стили, они встречаются в ринге, либо в клетке, сегодня у нас ринг, обычно это клетка восьмиугольник, то есть и люди показывают спортсменам каждый свой уровень, каждый свой характер и свое умение, технические навыки. Может быть что-то еще хотите сказать нашим зрителям? Аудитория канала это люди, которые занимаются спортом разными видами, в основном фитнесом, ходят в зал, как говорится, для себя. Отлично, ну я желаю всем ходить, не останавливаться, ну и конечно же развиваться во всех направлениях, ведь Россия это одна шестая часть суши, и мы должны быть всегда готовыми к войне, потому что все страны, они ждут, когда мы будем слабые, чтобы напасть и оттяпать от нас кусочек, поэтому надо быть сильными и трезвыми, и тогда никакой враг нам не страшен. Ну что, желаем вам удачи, еще раз с Богом! Спасибо! Спасибо! Поздравляю вас с победой! Скажите, пожалуйста, тяжело удался бой? Спасибо! Спасибо! Спасибо за просмотрение! Что бой был такой бой? Мне показалось, что бой на самом деле был, ну, не правах и такой, он был достаточно спокойный, я скажу, да? Ничего такого ужасного не произошло. Ну хорошо, любимая пища чемпиона, что он сейчас будет есть, что он-нибудь есть? Что он-нибудь есть? Умай, секунду! Умай, секунду! Умай, секунду! Умай, секунду! Умай, секунду! Понимаешь? Кэфси! Да, да, Кэфси! Он любит Кэфси? Ну да! Мы приехали в Россию, вы не из России, не жили здесь, да? Вы приехали на бой! Да! А сколько часов летели? Нет, в Кэфске! А, здесь живете? И тренируетесь здесь, да? Крупневский! А, Крупневский? Вот как оказывается, но выступаете за свою страну, да? Да, за свою страну! Сколько лет уже в этом спорте тогда? Я просто думала, вы прилетели сюда, а летели, может быть, там, целые сутки! Ай! Ну, конечно, я в Москве! Так, здесь два года, почему по-русски пока не говорим? Ну, вы говорите, а чемпион не говорит! Так, а сколько лет уже в этом спорте? Сколько лет занимаетесь? Сколько лет? Сколько лет? Сколько лет? Сколько лет? Сколько лет? Сколько лет? Так, тогда у меня вопрос, используете и спортсболы, да? Или вообще ничего не используете? Молоко! Ну, вот-вот, расскажите тогда, что едят бойцы, что едят чемпионы? Давайте! Что едят? Так, яйца, яичное мелод, молоко, крупный банан, а мясо? Нет? Курица! Больше курицы! Да! Так! Сгоняйте вес! Спросите, сгонял он вес или нет? Нет! Всего два килограмма, это страшно! Ну что, мы вас поздравляем, спасибо большое за интервью! Передайте спасибо! Спасибо! Ну, очень круто бились, потому что, хотя мы россиянки, которые, конечно, но, как сказать, наверное, было бы логично, если мы болели за своего, но вот моя подруга, Настя Абдеева, она сразу сказала, я болею вот за этого и показала на вас! Спасибо! Удачи вам спорт! Спасибо! Удачи вам! Вам за тигром чемпиона эльпийский бассейн! И в нем, я на вас на выходе судьи побеждали! РОМА!